Т. Вашингтон Пост, США 28-летний российский боксер скончался после поединка в Мэрилинге Джин Ванг Т. Вашингтон Пост, США 24 июля 2019 года Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые он получил в пятницу, 19 июля, во время поединка на арене МГМ Национал Арбор Ваксон Хилл, штат Мэрилинд Об этом во вторник, 23 июля, сообщили его супруга и представители Топеранг Промотионс В пятницу вечером 28-летнего Дадашева госпитализировали с обширной травмой головного мозга, которую он получил в отборочном поединке по версии П. В первом полусреднем весе против пуэрториканца Субриэля Матиаса Субриэль Матиас В больнице ему сделали трепанацию черепа Выходные супруга Дадашева Елизавета Пушкина прилетела из России в США, чтобы быть со своим мужем, о чем сообщил менеджер боксера Эгис Климас, который после боя поехал в больницу вместе с тренером Донатусом Янушевичусом У Дадашева и его супруги растет двухлетний сын Даниэль С большой грустью я подтверждаю кончину моего мужа Максима Дадашева Он был очень добрым человеком, который боролся до самого конца Наш сын будет расти таким же хорошим человеком, каким был его отец, прокомментировала смерть супруга Пушкина Я хочу поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни В это тяжелое время прошу всех уважать право моей семьи на частную жизнь Представители Топеранг, участвовавшие в организации пятничного поединка, сообщили, что атлетическая комиссия штата Мэриленд, которая пока не ответила на нашу просьбу прокомментировать ситуацию, вероятнее всего, начнет расследование обстоятельств смерти Дадашева Эта атлетическая комиссия должна следить и регулировать проведение соревнований по спортивным единоборствам в штате Как сообщили представители Топеранг, для атлетической комиссии это стандартная процедура, расследовать обстоятельства получения серьезных травм или смерти, наступившей в результате официально разрешенного поединка Смерть Дадашева стала как минимум шестой зафиксированной гибелью спортсмена на ринге с 2016 года Ранее, в ноябре 2018 года, итальянец Кристиан Дага, через Тиэндага, скончался спустя два дня после жесткого нокаута в последнем раунде поединка против тайца Дона Перуанга, Донь Поруанг, в Бангкоке В феврале 2018 года британец Скотт Вестгард, счет Вестгард, упал и умер вскоре после победы над Диком Спеллманом, Дич Спеллман, в Донкастере, Англия Как сообщила российская газета Спорт Экспресс, Федерация бокса России проведет свое собственное расследование обстоятельств смерти Дадашева и окажет финансовую поддержку его семье Представители Топеранг сообщили о том, что они тоже предоставят семье погибшего боксера финансовую помощь Максим был потрясающим парнем, отметил председатель Топеранг Боб Парум Боб Парум, в своем заявлении, мы все опечалены и потрясены его безвременной кончиной Первым о смерти Дадашева сообщило российское информационное агентство ТАСС, сославшись на источники в команде боксера Дадашев начал демонстрировать симптомы травмы головы уже по пути в раздевалку после окончания поединка, проходившего на арене МГМ Национал Арбор За несколько минут до этого его тренер Бадима Гирд, Буддамч Гирд, остановил бой после 11 раунда, в ходе которого Дадашев пропустил множество мощных ударов в голову Спустившись с ринга Дадашев упал, и к нему сразу же подбежали медики, которые уложили его на носилки Затем боксера рвала, и его доставили в больницу, где ему сделали операцию на мозге В ходе двухчасовой операции, которую провели рано утром в субботу в больнице принца Джорджа, Дадашев удалили часть черепа, чтобы добиться уменьшения отека мозга, возникшего в результате субдуральной гематомы В 10 и 11 раундах Матиас наносил мощные удары по корпусу в различных комбинациях Дадашев пытался отвечать ему, но Матиас продолжал агрессивно атаковать Когда 11 раунд закончился, Дадашев сел на стул в своем углу, и его окружили Магирд, Янушевичус и другие члены его тренерской команды Судья Кенни Шевалья, к ночевальер, подошел к углу Дадашева, чтобы оценить состояние боксера перед следующим раундом, и Магирд сообщил Шевалья, что он не будет продолжать бой После этого Шевалья помахала руками, чтобы показать, что бой официально остановлен После поединка Магирд, заслуженный боксер в полусреднем весе, сообщил репортерам, что Дадашев хотел продолжать бой Я говорил ему, что я остановлю поединок Он просил меня этого не делать, рассказал Магирд Перед своим первым боем на этой арене Дадашев, который перешел в профессиональный бокс в 2016 году, весил 63,5 килограмма Как и Матиас, он не проиграл ни одного из тех 13 поединков, в которых он участвовал Этот бой стал первым боем в карьере Дадашева, продлившимся более 10 раундов Прежде он дважды доходил до 10 раунда, а три из его пяти последних поединков продлились 5 раундов и менее Действительно ли он перетренировался? Нет, сказал Климас Он хорошо контролировал себя Донатус тщательно следил за его состоянием Вы же видели, что он был в хорошей форме Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ